Меня зовут Мария Лапук, я совладелец Винчи Эдженси. У меня довольно долгая история в пиаре. Ей около 15 лет. Я долго работала в различном найме, работала в МТС и была одним из первых пресс-секретарей в социальной сети «Одноклассники». Затем занималась венчуром в фонде развития интернет-инициатив. Около пяти лет у меня свой бизнес, где я занимаюсь пиаром в технологиях, в венчуре. Много занимаюсь не только СНГ, но и азиатскими рынками. И сегодня у нас лекция о том, как строить пиар в условиях неопределенности и турблентности. Все знают воронку продаж, что она вот такая, что здесь есть бренд-эвернус, потом есть формирование и подогрев аудитории, есть лид-генерация внизу. Вот пиар, если положить его на воронку продаж, работает только в верхней и в средней части, и почти не работает в нижней части. Как он работает в верхней части воронки продаж? Пиар все еще на бренд-эвернус работает дешево. Пиар может работать в средней части воронки. Каким образом он может работать там? Происходит следующее. Вы, как потребитель, знаете что-то про товар. Ну, например, это что-то довольно сложное. Это может быть сложная услуга или сложный товар. Например, одно и то же действие может стоить разных денег. Стрижка может стоить 500 рублей, 5000, 50 тысяч. Вот только рассказав, чем отличаются три услуги, наполнив их смыслом, мы понимаем, чем оправдана стоимость. И чем дороже товар или чем сложнее услуга, тем больше вам нужно рассказать о ней для того, чтобы потребитель мог это купить или этим воспользоваться, или в целом, чтобы эта идея прижилась. Поэтому в средней части воронки пиар занимается следующим. Он наполняет знанием и смыслом ваш объект. Есть прикольная штука. Кто-нибудь работал на компаниях из вас, ну, или занимался, или сталкивался с компаниями, когда компания занимается только лидогенерацией? Никто никогда? Смотрите, почему есть вот эта воронка и во всех классических лекциях, классических материалов рассказывается о том, что она такой должна быть. Когда вы занимаетесь исключительно лидогенерацией, в какой-то момент вы перестаете иметь возможность масштабировать трафик. То есть вы выгребли все, что у вас было, у вас нет новой аудитории, ее неоткуда взять, потому что у вас нет широкой части воронки, вы не поставляете новых клиентов. И, соответственно, происходит следующее. У вас начинает дико расти стоимость одного привлечения. Вам расскажут это практически все. На самом деле многие компании в момент формирования так сильно увлеклись лидогенерацией, что стали конкурировать сами с собой за своих же клиентов. Ну, там, не знаю, в товарных категориях. И получается, это очень плохая история, потому что, ну, как бы она конечна. Для того, чтобы все работало как часы, вам нужно и формировать бренд-авернесс, и работать собственными каналами, подогревая интерес, и лид генерить. По сути, хорошо выстроенная широкая часть воронки и средняя часть воронки дают значительное снижение стоимости лидов. Так устроен весь маркетинг, это прям вот базовая штука. Так он устроен во всем мире, потому что так устроена главная штука в нашей жизни. Это то, как люди думают. Это не меняется ни от национального признака, ни от государственного признака никак, потому что это вещь, которая сформировалась антропологически у нас. Мы сначала узнаем про что-то. У вас было же такое? Вы узнали какое-то новое понятие, новый предмет, новый человек, и вы начинаете везде это замечать. Я тут недавно узнала про одну странную болезнь. Она связана с сфинтеродией. Это какая-то маленькая штука в организме, которая ночью из поджелудочной в желудок выпускает кислоту. Я такая, блин, прикольное слово. Я стала вообще везде это замечать. То есть я такая захожу в аптеку, смотрю какие-то таблетки, и там это, и там это. Я вообще до этого не понимала, я даже не знала, что такое есть. И очень часто мы пока чего-то не знаем, мы это и не замечаем вокруг себя. Это связано даже с базовыми вещами, не то что с какими-то очень специфичными штуками. Пока мы этого не замечаем, мы не можем сформировать знания об этом. Потому что нам не на что положить в голове, если мы не знаем человека, нам бесполезно рассказывать, какой он классный, как он тебе поможет и все остальное, потому что вы просто потом не вспомните даже, как его зовут. Очень часто в этом заключается ключевая ошибка, когда мы начинаем рассказывать, что что-то классное до того, как рассказали, что это вообще существует. Почему так сложно, например, с новыми товарными категориями? Потому что бесполезно рассказывать про, не знаю, систему нагревания табака, потому что никто не знает, что такое есть, потому что это новая товарная категория, там несколько лет назад появившаяся. Потому что если ты покажешь просто эту электронную штучку, все будут думать, что это тест на беременность. Ну потому что это очень понятно, это старая какая-то штука, легко применить. И такого много. Новые товарные категории – это вообще сложный процесс. И вот эта ключевая ошибка, когда ты начинаешь рассказывать, что что-то очень крутое, офигенно тебе очень поможет, того, как человек запомнил, что это вообще существует, это тоже проблема. Это базовый курс пиара, все, что вам нужно об этом знать. На самом деле это прямо основа основ. Новые товары очень часто про пиар рассказывают, что это что-то про публикации, что-то про пресс-релизы, что-то про каких-то людей, которые непонятно чем занимаются, а SMM это в пиаре или нет, а контент, а комьюнити, а что к чему относить. Короче, забудьте, все, что формирует бренд-авернесс, может относиться к пиару, и неважно, как это называется. Все, что работает над смыслом с точки зрения наполнения знанием какого-либо объекта, может называться как угодно, но по сути это коммуникация. Один и тот же канал коммуникации может относиться и к маркетингу, и к пиару, в зависимости от того, на что он работает. То есть есть лид-генерация, там, не знаю, через SMM, есть бренд-авернесс через SMM, это совершенно не важно, если вы понимаете, как все это работает вместе. Есть какие-то вопросы по этой части? Хорошо. Теперь про неопределенность и турбулентность. Кто знает, что такое бизнес-молодость? Ага. Хорошо. То есть не все знают. А, все знают. Просто не все подняли руки. Теперь, когда у вас есть, давайте на примере бизнес-молодости, надеюсь, меня потом не казнят за это. Бизнес-молодость. Был бизнес, классный, чему-то там учил людей. А теперь расскажите, что вы знаете о бизнес-молодости? На текущем моменте? Да, да. Жив-не живы. Что вы про них думаете? Классный ли это был бизнес? Классный как бизнес или классный как продукт? Как продукт, неважно, все, что вы знаете, расскажите мне. Классная штука для мотивации. Классная штука для мотивации еще. В основном для молодых людей. Для молодых людей. Еще. Хайповый пиар. Ну, в целом, это какая-то хорошая штука или нет? Скандал. Сомнительно. Еще. Люди там какие-то были. Я не помню, если честно, как их звали уже, но не важно. Смотрите. Нет ничего, что существует само по себе. То есть, даже если вы как бы ничем не занимаетесь, про вас все равно люди что-то думают. И есть очень большая проблема. Вы внутри и вы снаружи. Иногда это бывают разные вещи. Например, бизнес молодости. Они занимались бизнесом. Бизнес, ну, мы знаем, что он там много денег приносил. Он был классным бизнесом. И люди туда приходили. Что-то там делали. У них есть выпускники. Даже есть известные выпускники. Есть лица бизнес молодости. Два прекрасных парня. А есть внешний информационный фон. И вот чаще всего турбулентность и неопределенность формируются именно внешним полем. Мы не можем находиться в вакууме и в какой-то момент сказать, что нам не важно, что думают люди про нас за пределами нашей организации. То, что находится внутри, на самом деле, организации, вот когда вы уже затащили человека внутрь, вы можете с ним напрямую коммуницировать. Вы можете с ним разговаривать. Неважно, это ваш сотрудник, это ваш клиент, ваш партнер. Он внутри. Но при этом всегда есть внешнее поле. И неважно, в зависимости от бизнеса, оно может формироваться разными вещами. Мнением, например, о вас рынка. Как с бизнес молодостью. Все такие, ой, пойду учиться на бизнес молодости. Все друзья такие, ты что, с ума сошел? Они же там то-то, 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 набор каких-то терминов. Или, например, геополитика. У вас был классный бизнес международный, тут вы оказались русским, в Европе. Сейчас. Это большой пласт неопределенность. Вы на это никак влиять не можете. Для внешнего поля. Или, например, у вас есть классный бизнес. И у вас есть суперконкурирующий проект. Вы прямые конкуренты. И тут вдруг начинается то, что вы не можете контролировать. Про вас начинают распускать сплетни, слухи. Начинают портить вашу репутацию. Вы на это никак повлиять не можете. Правильно? Что происходит в таких случаях? У вас, например, есть вы. Вы замкнутая система. У вас есть там какой-то входящий поток клиентов, исходящие, не знаю, сотрудники, которые про вас говорят. И есть внешнее поле. Как работает система коммуникаций? Например, если вокруг вас очень плохое информационное поле, неважно, как оно сформировалось сейчас, неважно, по каким условиям оно сформировалось, оно вообще от вас не всегда зависит, то все новости, которые про вас люди думают, например, негативное поле, новость какая-то нейтральная. Если поле негативное, новость про вас будет супернегативная. Общее информационное поле всегда дает знак на то, как новость воспринимают. Вот условно представьте сейчас, вы, компания с русскими корнями, существующая в Европе, начинаете рассказывать, какие у вас классные финансовые показатели. Представляете, какая реакция будет? Как бы плохая она будет, потому что негативное информационное поле утащит вас вниз. Если у вас общее информационное поле нейтральное, то с вашей новостью ничего происходить не будет. То есть у вас есть хорошая новость, она в случае нейтрального общего поля, вот там хорошая новость, ну чуть наверх вас поднимет, плохая новость чуть вниз опутит. Информационное поле не влияет в этом случае на то, что про вас думают. И если у вас очень позитивное информационное поле, изначально такие компании тоже есть вот про них изначально думают хорошо потому что они классные даже если информационное поле резко испортится ну не знаю что то случится до негативное то скорее всего при позитивном поле и очень плохой ваши новости вас информационное поле не даст утопить так сильно именно поэтому все компании и крупные там звезды занимаются своей репутацией не потому что они хотят там снижение стоимости рекламы или еще чего-то потому что они хотят на новости как бывает разное ты не всегда можешь все контролировать но многие хотят и занимаются своими коммуникациями для того чтобы если плохое что-то случилось это бы не утопило всю компанию а если у вас изначально вы не занимаетесь своими коммуникациями самостоятельно ну как как компания или как человек то за вас все равно это мнение формируется но на него влияет ваш крей клиенты а в россии люди в по моему 7 раз чаще рассказывают про негатив чем на позитив если есть огромное исследование кстати так интересно его сделали в прошлом году и посчитали какой язык в интернете самый негативный угадайте какой оказался да мы в целом а как люди разговариваем очень негатив наш язык так построен архитектурно что негативным нам разговаривать проще это много это просто культурологическое явление сам позитивно кстати оказался итальянский насколько я помню и соответственно то есть у нас негативный язык мы про негатив рассказываем чаще и получается что в целом как бы если мы не занимаемся своим информационным полем то любая история негативная разносится быстрее лучше про нее больше пишут соответственно если мы сами занимаемся своими коммуникациями то за нас очень часто занимаются наши конкуренты это тоже проблема тоже конкурентам не выгодно говорить про вас хорошо либо занимаются наши партнеры это вообще не контролируемая история как бы здесь у каждого свой суверенитет кому как выгодно тот тот той говорит общее информационное поле это то зачем вы должны следить потому что в случае внезапного изменения а мышление инертного знаете да что вот мы в целом если сформировано что-то у нас есть сформированное знание вы можете ничем не заниматься еще полгода люди будут думать про вас то как вы закрепили это знание то есть мы не можем вот так вот резко переключать внимание мы если что-то запомнили мы какое-то время это помним если мы к чему-то каким-то образом относимся мы какое-то время будем так относиться соответственно если происходит какая-то резкая смена парадигмы то если до этого к вам нормально относились то к вам еще какое-то время будут нормально относиться и вам нужно поддерживать это нормальное отношение и если вы не будете этим заниматься или докажите своими действиями что вам нельзя нормально относиться скорее всего это мнение поменяется но через какое-то время в среднем инертность про большой если мы говорим про бизнес вот она полгода до если мы говорим про людей то наверное срок чуть меньше сказать как бы сложно потому что мы все-таки сейчас скорость коммуникации сильно возросла то есть если раньше эти сроки были намного дольше то сейчас это не сократились единственное что вас спасает в неопределенность и в турбулентности это та работа которую вы сделали до этого это вот прям супер важный тезис было все хорошо потом что-то произошло и приходилось принимать решение да да хорошо хороший пример супер джет смотрите самолет изначально не самой хорошей репутацией мы же помним что он там на показах упал пропал и в целом все и до этого довольно опасливо относились к полетам на супер джетах даже в компаниях были рекомендации от людей чтобы на супер джет мне пожалуйста билет не покупать это было ну как бы не то что это было какое-то правило просто это было как бы общим мнением рынка они на самом деле не занимались тем чтобы это исправить а еще аэрофлот отказался закупать супер джеты что окончательно всех убедила что самолеты как бы не очень лучше держаться подальше и тут происходит девятнадцатый год авария в шереметьево люди вообще в целом усложненно думать не любят ну потому что как бы самое простое решение обычно самое правильное ну как бы у нас есть ситуация с самолетом шереметьево есть плохая репутация супер джета что произошло догадайтесь сухой супер джет плохой самолет поэтому была авария поэтому как бы люди погибли и это первое мнение перебить первое мнение очень сложно почему потому что его разнесли да неважно что там произошло потом пилот был неопытный не знаю плохие погодные условия еще что-нибудь неважно все запомнишь что было первым поэтому сухой вот после этой аварии мне кажется правило не летать на супер джетах появилась прям супер устойчиво что нам теперь делать непонятно потому что нас остались только супер джеты по факту но работать с репутацией самолета и таких на самом деле кейсов довольно много когда изначально всем было не важно что про нас думают или про продукт какой-то думают или там про человека думают а потом происходит что-то неконтролируемое да что-то что доказывает что это мнение о том что кто-то не очень было правильным ну и как бы отмыться от этого довольно сложно даже если на самом деле это не так никому не важно как на самом деле потому что на самом деле важно рассказать да они после и это большая проблема что мы очень часто делаем следующим образом мы не занимаемся коммуникацией а потом что-то происходит мы начинаем не заниматься это выглядит как оправдание существующим там действием или произошедшему и как бы оправдание никогда не может решить проблему потому что это оправдание поэтому оправданием нужно заниматься до того как что-то произошло тогда когда что-то происходит вы не будете оказываться в такой критичной ситуации здесь еще на самом деле вот в этой системе есть очень много подводных камней что почему что можно что нельзя еще очень часто бывает так я работаю с бизнесом то я на бизнесе расскажу есть две компании у них разное информационное поле да и когда с одной компании ну с двумя компаниями происходит подобные вещи одинаковые не знаю там допустим два интернет-сервиса с разной репутации один падает и второй падает и логично что они себя очень часто берется какой-то пример на практике ну вот они вели себя также давайте мы будем вести себя также в эту ситуацию нам как бы наверное будет также как у них нет не будет также как у них есть у вас разное информационное поле будет по-разному поэтому это довольно сложная штука что один ну там примерно одинаковые компании примерно занимающиеся одними теми же вещами в одной и той же ситуации должны вести себя по-разному просто потому что их восприятия разные то что поможет одной вообще не поможет не совершенно никак другой компании это большая проблема потому что кажется что должны быть какие-то какие-то общие правила что делать да но их не существует и к сожалению они нарабатываются только опытным путем поэтому это такая всегда всегда относится такое что-то непонятное не буду туда лезть типа почему я делаю также у меня сейчас это не работает типа там же сработало ну в общем много нюансов потому что слишком много вводных которые нужно учитывать по-хорошему любая профессиональная работа пиарщика какой-то критичной ситуации это уметь хорошо прогнозировать реакцию всех целевых аудиторий ну то есть например вы работаете в компании у которой произошла какая-нибудь авария серьезная с жертвами да можно себе такое представить у вас есть обычно много целевых аудиторий которые для вас важны там до ваши сотрудники госорганы которые будут это расследовать ваши клиенты родственники пострадавших не знаю если это что-то супер критичное для мира там мировая общественность ну вот много-много-много и вам нужно найти такую коммуникацию которая бы не навредила всем целевым аудиториям это ключевое правило то есть нельзя выдавать никаких коммуникаций которые делают хорошо для одной целевой аудитории но делают плохо для другой целевой аудитории то есть основной гигиенический уровень это сделать так чтобы никому не навредить а потом уже из этого вырастить так чтобы каким-то из аудиторий было получше чем не навредить и это сильно обычно сужает варианты которые вы можете говорить и применить очень часто знаете мы ну когда случается вот вообще коммуникация катастроф это самое ужасное что есть в работе пиарщика и это правда ну как бы очень тяжелая работа с большим уровнем давления с разных сторон и мы например часто говорим ну вот почему они там сразу не сказали почему они сразу не рассказали что произошло почему они тянули там три дня про это и все остальное потому что они не могут сразу вывалить какую-то коммуникацию потому что она может кому-то навредить это первое второе когда происходит действительно очень критичное событие а критичность может быть в разных местах то есть события вот которые сильно меняет систему например да часто бывает что людям бесполезно говорить что-то в начале потому что у них просто шок пока они не пережили шок не знаю разные до цены в несколько раз подскочили кто-то погиб еще что-нибудь случилось говорить что-либо бесполезно что люди просто этого не слышат то есть единственное что тому вы можете говорить в каких-то таких критичных реально критичных ситуациях что вы про эту ситуацию знаете и вы тем-то занимаетесь у вас есть процесс и когда шок 1 проходят уже можно коммуницировать что произошло почему произошло кто виноват что дальше будут делать как это будет решаться и все остальное делать это в первые часы совершенно бесполезный там первые дни в зависимости от того что произошло совершенно бесполезная штука потому что людям просто нужно пережить первую реакцию мы здесь все очень животные к сожалению в этой части и вот этих реакций человеческого организма избежать нельзя вот может быть какие-то вопросы по этой части есть но два вопроса можно ли отказаться от части аудитории хороший вопрос вообще нет нельзя отказаться от части аудитории если это ваша аудитория поняла нельзя отказаться от части аудитории все равно за ней нужно смотреть потому что все критичные вещи со стороны аудитории могут разгораться с маленького количества людей то есть по-хорошему для того чтобы у тебя случилась цепная реакция вот с точки зрения социального графа если разбирать вы знаете да про социальные графы это как люди взаимосвязаны между собой как распространяется информация тебе нужно всего семь процентов людей если твоя целевая аудитория как от которой ты хочешь отказаться больше чем семь процентов это проблема потому что они могут как бы развить эту историю в реально большую историю если это какая-то аудитория которая меньше семи процентов наверное можно не так ну не уделять ей значительное внимание но с другой стороны ваша коммуникация все равно не должна ей вредить либо вы осознанно идете на это то есть вы понимаете последствия вы понимаете что нету другого выхода тогда безусловно ну как бы вы должны этот риск заранее для себя принять нету каких-то четкого времени вот прям типа вот это правило и все потому что это зависит время зависит от масштаба обычно вот когда я начинала работать мне было 20 лет обычно в бизнес до бизнес коммуникация у тебя были сутки на ответ за сутки ты мог придумать очень много всего сейчас с теми же самыми проблемами которые на которые 15 лет назад у меня были сутки вместе 15 минут ну вот как бы через 15 минут я понимаю что статья выйдет и потом как бы мне уже с этим нужно что-то делать например перебивать информационный повод да если я понимаю что у этой статьи большая виральность будет нету времени под каждую историю потому что время зависит раз от масштаба 2 от общей информационной повестки этого конкретного дня третье от чего это зависит от того какая виральность то есть почему так важно делать предикт в новостях потому что виральность можно предсказать новости за два часа вот у тебя вышла первая новость и кто как она начинает расходиться в первые 15 минут ты можешь через 15 минут после того как она вышла понимать на два часа вперед что с ней будет происходить то есть сегодня алгоритмы позволяют это делать соответственно чем выше виральность ну то есть по-хорошему тебя всегда и сейчас 45 для того чтобы ее перебить ну вот на сегодняшний день стандарт такой и я кстати не знаю насколько в западных странах такой стандарт я думаю что он чуть подольше просто в россии очень быстрая коммуникация но час 45 и достаточное время то есть вот два часа два часа это время которое у тебя есть обычно но если это что-то большое прям невозможно строить среднесрочные какие-то вещи пока ты не понимаешь вот это работает а вот это будет работать а вот то будет работать а в 28 будет работать тебе нужно чтобы система остановилась и мы поняли в какой парадигме мы живем а и не я понимаю да а Ну, смотрите, я не верю, что информационная ситуация с Европой, ну, вот прям конкретный совет, да, безводный. Я не думаю, что ситуация с Европой стабилизируется до майских. Точно нет. Но есть другая сторона, что у них сейчас нет ни китайских, ни российских туристов, и у них провальный сезон будет. Скорее всего, ну, как бы, к следующему лету что-то будет появляться. Сейчас отправлять людей в Европу, да, на отдых с такой странной работающей финансовой системой, когда они могут остаться без денег, не вернуться и все остальное, ну, мне кажется, людям должно быть очень небезопасно. Поэтому туризм сейчас, как туризм, точно этим летом будет существовать в тех точках, которые безопасны. Вот эта история про то, пока не будет стабилизация системы, мы на это никак не влияем. Я думаю, что все будут выбирать супербезопасные направления. Ну, то есть это будет Египет, это будет Турция, скорее всего, Азия в каком-то формате, там, Вьетнам, Шри-Ланка и все остальное. Ну, плюс-минус, да. Я не думаю, что мы сейчас увидим особенно пакетные туры в какие-либо европейские страны. Скорее останется индивидуальный туризм, да, но в очень ограниченном формате, потому что мы и... Туризм все-таки не первичная потребность. Давайте на ковиде. Нас всех закрыли дома на несколько месяцев. Да, мы такие, блин, снизили потребление, мы никуда не выходили, очень страшно. Ну, как бы очень похоже, да, на сейчас немножко... Потом нас отпустили, и что мы стали делать? Нам захотелось максимальной свободы, нам захотелось сразу куда-нибудь поехать, куда-нибудь пойти. И что там выскочило? Рост косметики, рост люксовой одежды, да. То есть когда есть какая-то заморозка процесса, у тебя всегда будет потом откат. И спрос на туризм этим летом, скорее всего, будет колоссальный. Как бы здесь вопрос... Ну, надо что-то выдумывать. Ну, я не думаю, что будет спрос на Европу в большом объеме. Просто это очень небезопасно для людей будет. Ну, то есть они так думают, это небезопасно. Мы не можем продолжать любую коммуникацию в том виде, в который она была, вообще делая вид, что ничего не происходит. Нас за это всегда будут обвинять. Потому что все знают, что что-то происходит. Да? Не важно, что мы сейчас без контекста. Здесь очень важно... У бизнеса или у человека бывают разные роли. Бывает роль развлекаем, да, например. Это популярная ролевая модель. Бывает роль помогаем. Бывает роль поддерживает. Вот если у тебя была какая-то роль, которая не соответствует сейчас реальности, тебе нужно переключиться на то, что сейчас актуально. Если ты, например, до этого развлекал, да, то ты можешь стать помощником, да, или стать сочувствующим. То есть то, что сейчас актуально. Ты можешь переключить эту коммуникацию на время или в целом переключиться на нее, если эта история очень долгая. Посмотрите на ковид. Когда я прилетела в середине февраля из Италии и сказала, что у нас тоже будет ковид, мне все коллеги говорили, да ну брось, какой ковид, о чем ты вообще, это где-то в Китае. И, соответственно, все компании резко переключились на помощь. Помните, мы там, мы друг другу помогали, мы друг друга поддерживали, мы делали добрые дела. Вообще очень большая коммуникация была про помощь и про доброту. И это такая внутренняя потребность была. И каждое событие, то есть вот у тебя есть твоя ровная жизнь, потом происходит какое-то событие, это и любое, ну как бы у него есть какая-то тональность и какие-то базовые штуки. Когда тебе страшно, а ковид было страшно, потому что это тоже страх про физическую безопасность, ты можешь умереть, да. Вот это всегда рождает обратную реакцию. Ну то есть когда тебе страшно и ты можешь умереть, это практически всегда рождает помощь и доброту. Ну мы так устроены. Когда у тебя специальная операция, то вот когда закончится острая фаза, будет большая потребность, но это тоже физическая небезопасность, да. Мы увидим, скорее всего, тоже помощь и доброту, потому что так работает ответная реакция на физическую небезопасность. Поэтому все, что про помощь, вы помогаете, вы добро, все про объединение, вот это будет очень востребовано, ну как бы переключите свой контент. Возможно, как бы вы в нем и останетесь дальше, потому что я думаю, что весь интертеймент еще как бы долго не будет с нами, потому что интертеймент не лежит в этой плоскости, и все. Может быть, еще вопросы? Я слышала, что в качестве рекомендации выхода в офлайн, смотрите, есть длинные тренды. Вот если говорить про коммуникации, например, то, что долго назревало, и это будет независимо от того, что происходит, это персонификация, потому что обезличенные вещи, они уже какое-то время не заходят, сейчас совсем перестанут заходить. Вторая большая штука — это сериальная. сериальная, ну как бы, знаете, 10 лет назад все говорили, у нас клиповое мышление, помните, так на всех конференциях. Сейчас мы перешли к сериалам. Нам нужна не просто, нам нужна не короткая законченная история, нам нужна длинная история с продолжением в нескольких сезонах. То есть все, что касается стори-тейлинга, причем длинного, будет очень востребовано. Мы все перейдем, я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы все перейдем к длинным историям. Короткие истории вообще перестанут заходить. Следующая большая история, история про инфлюенсеров и нью-медиа. Это все будет расти во всех странах. Нью-медиа, это Яндекс.Дзены, Телеграм-каналы, все, что не... Ну, условно я говорю то, что мы сейчас называем ю-медиа, как бы, скорее всего, там еще как бы регуляторика это изменит, но плюс-минус все, что касается персонифицированных мнений и все, что обладает авторской редактурой поверх какой-либо повестки будет очень востребовано. Мы как бы вот на днях Ромир вместе с кем-то, я не помню сейчас, с кем, выпустил исследование о том, что Телеграм-каналы для, по-моему, 20%, 20% или 28% являются главным источником информации об условиях самоцензурирования и цензурирования всегда наблюдается рост нью-медиа. Через это вообще все рынки проходили. Что еще будет, помимо больших трендов? Персонификация. Это не длинный тренд, это тренд, который вызван событием. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что еще из длинных трендов. А, увеличение количества касаний. Это вообще очень важный тренд. На самом деле, там, ждали, что скачок еще в 17-18 году будет, в результате он произошел в 20-м. То есть, нужно сильно, ну, нужна сильно больше интенсивность коммуникации для того, чтобы люди что-то запомнили. Где-то 7-8. Это обычно по перформансу очень видно, когда вы делаете охватные кампании. Вот это прям математика, которая считается на охватных кампаниях. Вот 7-8. Сейчас не знаю. То есть, вот надо посмотреть, что летом будет. И еще одна важная часть, помимо интенсивности, у нас произошла история с большим упрощением информации. Людям вообще в России всегда заходили сложные концепты. Ну, то есть, можно было довольно сложно рассказывать о чем-либо. Мы всегда раньше смеялись над американскими пресс-релизами, что типа, блин, как можно 8 раз в одном релизе одними и теми же словами, а разными словами одно и то же рассказывать. А сейчас мы реально стали писать такие релизы. То есть, вот это упрощение информации связано с сериальным мышлением больше всего. Ну, то есть, тебе нужно прям совсем на части разложить какую-то историю. Нельзя сразу всю историю рассказать. Если говорить про тренды, которые будут сейчас, это кооперация, безусловно, это важный тренд. Я не думаю, что он, кстати, долго продлится. Я думаю, что вот он, ну, может быть, на год. Второй важный тренд – это все, что связано с помощью и поддержкой. Будет большой тренд, он не очень коммуникационный, но он такой общечеловеческий. На самом деле, про ментальное здоровье. И вот он тоже долго назревал в России. У нас не было такой культуры потребления. Но ментальное здоровье в ближайшие, там, 3-4 года будет очень большой темой для людей. Все, что связано с благополучием психологическим и с ментальным здоровьем, будет расти. И, соответственно, так как это такая штука, которая очень сильно связана с контентом, и с... Да, с контентом, то на это будет большой спрос. Это скажется на коммуникациях в том числе. Ну вот сейчас еще рано говорить на самом деле про какие-то тренды еще, потому что, как я говорила, всегда важно, чтобы произошла стабилизация системы. Пока нет стабилизации системы, невозможно делать даже среднесрочных прогнозов. А тренды все-таки – это история про средний срок. Ну то есть у нас сейчас практически там все живут в истории. Я утром встал, прочитал новости, смирился и пошел работать. Что, простите? Ну я думаю, что сейчас будет большая переориентация на Азию. Это первое. Может быть, на Африку. Сейчас будет такое разнонаправленное движение. То есть сейчас большая часть людей уехала. Уехали высококвалифицированные специалисты в основном. Скорее всего, по моему прогнозу, процентов 30 вернутся, но в течение года будут еще уезжать. То есть вот был... Ну да, это много креативной индустрии, это много IT, это вся вторичная экономика по факту. Будет возврат сюда и будет еще большой отъезд отсюда. Я думаю, что еще столько же, наверное, людей уедет. Примерно, по моим прогнозам. Что еще будет? Будет большой тренд на патриотизм. Просто сейчас сказать, что будет с бизнесом, у которого длинные инвестиционные циклы. Сейчас точно разрушились цепочки поставок сильно. Разрушилась в целом мировая финансовая система и разрушились мировые идеи. А это как бы история, в которой невозможно построить прогноз, потому что такого вообще никогда не было. Ну то есть на уровне обозримого прошлого нашего, когда мы можем построить прогнозы, вы знаете, там, после Первой мировой войны, я недавно читала прикольную статью, как вели себя фондовые биржи, которые существовали в Первую и Вторую мировую войну, до войны, в момент войны и после войны. И вели они себя одинаково, на самом деле. Первое, что они сильно росли до войны, они все морозились в военные действия, они круто росли после войны, особенно в тех странах, которые не пострадали. страны, которые были пострадавшими, падали полностью неравномерно во всех отраслях. Вот если вы посмотрите на то, как сейчас ведут себя фондовые биржи, а фондовые биржи обычно хорошо предсказывают события. То есть, в целом, есть теория, что по фондовому рынку можно предсказать все мировые конфликты. Вот сейчас фондовые биржи не вели себя так, как ни в Первую, ни во Вторую мировые войны. Сказать, что будет сейчас, потому что мир более взаимосвязан стал, чем это было раньше. Причем самая большая проблема, что он стал взаимосвязанным с точки зрения информации. Я не думаю, что есть люди на Земле, кто могут сейчас построить какие-либо прогнозы, потому что, находясь внутри конфликта, нельзя сказать, как он выглядит снаружи. А так сейчас все увязаны в этот конфликт, практически все увязаны в этот конфликт. Сказать, как будет после, невозможно. Поэтому можно только дождаться окончания, дождаться зафиксированной системы и, исходя из этого, строить прогнозы. Вот сейчас прогнозировать супер бесполезно. Вы сказали, что ожидаете информационной стабилизации в мае? Я ожидаю информационной стабилизации в мае, потому что люди, скорее всего, привыкнут жить в тех информационных условиях, которые у них есть. То есть, нельзя много месяцев находиться в шоке, потому что ты привыкаешь к шоку, и это становится просто реальностью твоей. Я ожидаю, что к майским праздникам мы отойдем от шока и привыкнем жить в тех условиях, в которых мы живем. Толерантность зависит, на мой взгляд, от воспитания, в первую очередь. Это качество, которое приобретается с воспитанием. Толерантность в пиаре… Не существует толерантность в пиаре. То есть, это история, когда у каждого есть свои интересы. Если мы говорим про бизнес-пиар сейчас, то у каждого есть свой бизнес-интерес, который он защищает. Говорить о толерантности можно, когда у тебя есть стабильное, доброжелательное информационное поле. Какой толерантности можно говорить, когда у нас каждый, что во что гораздо, тянет одеяло на себя. То есть, толерантность – это такой вообще очень выдуманный концепт в целом. То есть, он возможен в какой-то очень краткосрочной перспективе. – Я смотрю на штаты, как на мой взгляд, это продукт, которая… Может, номер один, что у вас просто путыра, но там можно испорить, сколько человек с пиаре, потом ты посторишь. И я знаю, как раз вот это панирация, где во всем, вот это вот, мы удивили, что структура, да, что люди абсолютно разные в педагоге, да, там, между и дальше, и так далее. Вот. То есть, как ты это видишь, может ли оно когда-то в основном снах, либо же… То есть, меня беспокоит больше, что, может, я, как более, предназначенный аналит с повышением, но очень много вот этих вещей, как я вижу, это просто приговоровка на пропаганда. И вот очень сильно бы хотелось, чтобы оно, как бы, наше инфраструкционное поле, вот так вот, как бы, не пропадало. Вот, сможем ли мы повестить на это? Сможем, на эти функции, чего это? Узнаем. – Угу. – Можете, пожалуйста, – Да, конечно. Смотрите, вопрос был в том, что западные страны преуспели в пиаре, и есть ценности, например, толерантность, например, гендерная пропаганда и прочее, что насаждается на все остальные рынки. Немножко заострю внимание на первой части вопроса, которая связана с хорошим, с умением хорошо заниматься коммуникацией с западом. Смотрите, для того, чтобы у вас были хорошо выстроенные коммуникации, вам нужно, на самом деле, очень мало вещей. Вам нужно иметь стратегию, вам нужно иметь производство контента, и вам нужно иметь каналы дистрибуции. Если вы посмотрите, не так много стран, которые обладают собственными каналами, крупными каналами дистрибуции собственного контента. Есть Google, есть Facebook, у нас есть Яндекс и ВКонтакте. Если вы посмотрите по странам, еще в Корее есть собственные ресурсы, у Китая цифровой суверенитет есть с точки зрения, что у них собственные поисковики, собственные системы, собственные мессенджеры, и все. Когда у тебя есть каналы, ты можешь делать все, что хочешь. И почему западный пиар так хорошо работает? Потому что у него есть мощные собственные каналы. они опоясывают весь мир, то есть это не какая-то локальная история, китайские каналы замкнуты, что-то на Китае, что-то там распространяется чуть дальше в Азию, если говорить про Вичат, российские каналы ограничены Россией, западные каналы распространены на весь западный и часть азиатского мира. Если говорить про какие-то концепты, то, о чем ты говоришь, с точки зрения общественных договоров, давай их так назовем, общественный договор как таковой обычно появляется как придуманный концепт на какую-либо общественную проблему. То есть, например, в России есть вопрос с Кавказом, а в Америке есть вопрос с афроамериканцами. И всегда общественный договор и общественный концепт появляется как реакция на какое-либо событие. И, безусловно, можно взять этот общественный концепт и растащить на другие локации. Вопрос приживется он на других локациях или нет. Если там есть такая же проблема, иногда так бывает, он приживается. Если там нет такой общественной проблемы, то он не приживется. Почему нужно растаскивать, потому что это идеология. Для того, чтобы все жили в одном словарном запасе, в одном парадигме, тебе необходимо растаскивать свои общественные договора. Почему многое не приживается, потому что иногда такой проблемы нет. Например, проблема феминизма в западных странах и в России выглядит как разные проблемы, потому что у нас культурологически, исторически по-разному формировалась эта повестка. У нас нету проблемы доступа женщин к работе или к продвижению по службе или еще к чему-либо. У нас нет проблемы доступа женщин к работе в определенных отраслях или в определенных компаниях. Поэтому нам нельзя взять в прямую американскую модель феминизма и насладить ее сюда. Но при этом можно взять модель феминизма, переформатировать его на те проблемы, которые существуют здесь, и сделать из этого большой концепт. Он будет одинаково называться, и поэтому люди будут думать, что это про одно и то же очень часто. Но по сути это будут разные вещи. Вот, например, почему в России мету не прижился? Ну, типа, к нам же не пришла эта история в большом объеме. То есть она пришла ну вот прям очень. Ну, потому что ну вот как бы здесь по-другому относятся к этому и все. И вот эта культурологическая разница, она важна всегда. У меня вопрос в относительно того, когда клинические ситуации приходят просто те методы в мире, которые можно там как-то раздеться, отглашаться, а когда она идет в разрез, теми данных у них есть такая компания. Например, компания занимает в видеороликах, там каким-то реальным оценкам. На каком флот-компитинге приходит человек. Это просто. Как же так решилось? А, например, у твоей компании происходит истинно верное, критичное применение. это не просто часть декоризма твоего флот-компания, а когда это часть поддень ДНК твоего продукта, подкарки или соединения. Или, например, тоже пример, когда шаг-бюнс в Инстаграме не знаю, если он уже делал так много, а потом выникает шаг-бук, который не мешает бизнес, но при этом ведет в разрез ценностей компании. Слушай, это классный вопрос. Смотри, раньше все компании пытались найти какие-то общечеловеческие ценности для того, чтобы не противоречить каким-либо целевым аудиториям своих клиентов. И поэтому вот там Procter & Gamble, Nestle, хорошо отношусь к Кока-Колу, да, сейчас все немножко не так. То есть целевые аудитории стали целенаправленно заужаться. То есть это стало больше похоже, если раньше это были мировые, ну, парадигмы, да, у тебя есть какая-то мировая религия, которая типа вот там Procter & Gamble, мы должны одинаково выглядеть для всех стран, у нас не должно быть отличий, нас не должны нигде там ругать за что-либо, если нас ругают за там, не знаю, животное происхождение, там, ингредиенты Кока-Колы в какой-то стране, мы все поменяем, мы должны вот как бы всем нравиться. Сейчас скорее бренды стали похожи на какие-то небольшие церкви, но собственной паствой, собственной комьюнити, то есть и это произошло по следующей причине, соцсети, что самого плохого сделали соцсети, они сделали много хорошего, безусловно, там, доступ информации, скорость общения, все остальное, но есть проблема, соцсети очень поляризуют общество, если вы посмотрите на примере Америки, наложение консерваторов и республиканцев в соцсетях, то раньше это были две пирамидки, которые накладывались друг на друга на 80%, а сейчас у них наложение на уровне 20%, это проблема, потому что что делают алгоритмы соцсетей, они не специально это сделали, алгоритмы соцсетей устроены следующим образом, ты любишь хомячков, а я люблю попугайчиков, тебе будут показывать хомячков и только хомячков, потому что ты их любишь, потому что они хотят удерживать попугайчиков, и когда мы с тобой встретимся в реальной жизни, я тебе буду говорить, слушай, а ты видел такого-то попугайчика, ты такой, да ну какая херня, у меня здесь хомячки, нет, я буду говорить, попугайчики лучше хомячков, посмотри попугайчик, такой, нет, не нужны мне твои попугайчики, меня только хомячки интересуют, мы перестаем видеть другое мнение по какому-либо вопросу, это реальная проблема, и поэтому бренды очень хорошо считывают вот эту поляризацию, им нужна сейчас не вся аудитория, как раньше, а им нужна только своя аудитория, которая придерживается только их ценностей, им вообще другая аудитория теперь не нужна, если раньше бренд хотел тебе один раз продать товар, и захватывать новую аудиторию, то теперь они хотят длинные LTV, они хотят, чтобы ты один раз купил, и остался с ними на всю жизнь, подписочная модель, модели меняются, из-за того, что мы привыкли на Netflix подписываться, на подписку, и платить всю жизнь, вообще больше никуда не ходить, что у меня же все сериалы здесь, и бренды хотят так же, потому что сформировалась такая модель потребления, поэтому возможны какие-то более жесткие позиции у брендов, то есть мне нужна только такая аудитория, если вам не нравится, до свидания, потому что ты теперь не один раз хочешь продать, а одному человеку продавать что-то каждый год, а у тебя сумма от этого не меняется, как бизнес это более устойчивая модель, и все. ну то есть на самом деле когда кажется, что коммуникация это очень часто я такая ой, пиарщики, да чем ты вообще, я до сих пор не могу своей маме объяснить, чем я занимаюсь, вот, она всегда говорит, Маш, расскажи, чем ты занимаешься, я говорю, ну вот, я новостную повестку делала, там информационное поле, на-на-на-на, и тебе за это платят деньги, я говорю, да, какие глупые люди, вот, коммуникация и то, как люди думают, в какой-то момент начинают влиять на все, и это важно, потому что если ты ловишь какой-то информационный тренд до того, как он стал трендом, а на раннем меньшинстве, а лучше на ранних последователях, ты можешь выстроить очень большие бизнесы, и то, как люди думают, сказывается вообще на всем, на государствах, на политике, на бизнесе, важно знать, поэтому, как люди думают, и что они думают, и это как бы основная штука, вот, спасибо вам большое еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ